Продолжим лекцию 15, в которой мы рассматривали логические уравнения, программирование автоматики на языке логических уравнений и программирование автоматики на языке структурного текста. По-английски Structure Text. Часть 2. В этой части мы рассмотрим пример нашего любимого светофора. Давайте мы его обведём вот так вот. Вот у нас такой светофор большой. Лампочка красный, жёлтый, зелёный, которая в программах будет обзываться как Lamp 0, Lamp 1, Lamp 2. И эта программа показана на языке FunctionBlockDiagram. На основе этой программы FunctionBlockDiagram мы будем переводить её на логические уравнения. Первое и второе на структурный текст. Вот эти имена как раз для структурного текста. Для этого, поскольку оба эти языка и логические уравнения и структурный текст текстовые, текстовые языки, то нам для каждого сигнала, вот синеньким это наши сигналы, для каждого сигнала потребуются имена собственные. Вот, поскольку это у нас SR-триггер, мы давайте дадим созвучные имена сигналов. S1, S2, S3 для выходных сигналов первого, второго, третьего триггеров. Соответственно, T1, T2, T3 для выходных сигналов таймеров. Таймер ON. Все три таймера у нас. И промежуточные сигналы P0 и P1, которые нам потребуются и P1, P0 и P1, которые нам потребуются для первоначального запуска вот этого первого триггера при подаче оперативного питания на эту схему. Таким образом, наш план каков вот эту автоматику на языке Function Block Diagram переписать аккуратно на логических уравнениях и структурных текстах. Это будут наши примеры по этим двум языкам. Рассмотрим первый пример. Это логические уравнения. Мы уже знаем, почему их так называют, потому что здесь есть вот это вот равенство. Уравнение. Типа там X равен Y. И сосчитанные вот здесь вот значения переписываются в выходной сигнал X. И давайте посмотрим, как вот эта автоматика на языке Function Block Diagram переписывается на логических уравнениях. Вот поблочно первый, второй, третий. Всего четыре блока. Давайте их пронумеруем. Один, два, три, четыре. Итак, первый блок. Здесь мы описываем выходные сигналы наших триггеров. SR триггеров. Вот он SR триггер. Здесь у нас вход SET. Здесь у нас вход RESET. И давайте смотреть. У этого первого триггера вход P1, P1. И вход RESET S2. И аналогично второй триггер. Вход T2, S3. T2, S3. И третий триггер T3, S1. T3, S1. Вот мы и описали все наши триггеры. Их входные и выходные сигналы. Второй блок. Это таймеры. Вот наши три таймера. Раз, два, три. Они имеют входные сигналы S3, S1, S2. Давайте посмотрим. S3, S1, S2. И уставки. В миллисекундах. Мы уже это видели. По три секунды. И выходные сигналы. T1, T2, T3. Вот они. T1, T2, T3. Это был второй блок. Третий блок. Мы просто переписываем выходные сигналы наших триггеров на V1, V2, V3. Это выходные перемены, которые будут у нас лампочками. То есть, S1 переписывается на V1 и так далее. И последний блок. Это пусковой блок. При подаче оперативного питания вот на эту схему у нас все три триггера в нулевом состоянии. И когда здесь у нас 0, 0, 0. Здесь у нас тоже 0. Это у нас элемент какой? Or. Это у нас элемент not. Здесь появляется единичка. Вот мы и описали. Промезуточный сигнал P0 равен не not S1, OR, S2, OR, S3. То есть, вот этот весь блок описан вот этой строчкой первой. А следующая строчка это вот этот блок. Тоже элемент OR. У него входа P0, T1. Вот они. P0, T1. Элемент OR и выходной сигнал P1. Вот он. Таким образом, все наши блоки языка FBD мы описали на логических уравнениях. Просто переписали. И давайте посмотрим работу этой программы в программе моделирования. Вот наша программа моделирования логических уравнений. Вот наш текст, который мы сюда вписали. Давайте мы блоки разделим, чтобы они вот так вот через пробел. И можем нажать моделирование. Один раз в секунду у нас рассчитывается каждая строчка. И мы смотрим состояние выходных сигналов в виде лампочек V1, V2, V3. Вот они. V1, V2, V3. Давайте остановим. Вот мы видим в самом начале у нас S1, S2, S3. И где они? Вот они. Вот они по нулям. Давайте еще раз запустим, чтобы их видеть. Вот они. По нулям. Если здесь 0, 0, 0 и через нот здесь будет единичка. И тогда, если здесь есть единичка, P1 тоже будет единичка. И вот это P1 приходит в наш триггер. И S1 становится равен единичке. Это S1 попадает на таймер. Вот сюда. И через 3 секунды давайте рассчитаем. Раз, два, три, допустим. поскольку каждая цифра рассчитывается раз в секунду. Появилась единичка на таймере T2. Этот T2 попадет во второй триггер. Вот сюда. И включит его. И включится лампочка вторая. Давайте посмотрим. вот, вот мы видим T2 вывел единичку. Эта единичка пришла сюда и S2 включилась. и у нас горят оба. Вот. Но как только здесь появилась единичка, в следующем цикле эта единичка придет сюда и сбросит S1. Давайте посмотрим и больше не будем смотреть. Вот она сбросила. Вот эта единичка пришла сюда S2 и сбросила триггер в ноль. И так далее. То есть мы увидели работу нашей программы на языке логических уравнений. Далее давайте эту же программу вот она на языке структурного текста. Ой мы немножко запутались. FunctionBlockDiagram перепишем на язык структурный текст. мы тоже видим текст но уже немножко другое. Это паскалеподобный текст. Мы видим начало программы, описание переменных, вот наши переменные, тип интегра выбран, целый, интеджер. И дальше пошли наши блоки. Вот давайте мы эти блоки как раз рассмотрим. первый блок как обычно как в предыдущем случае мы описываем наши триггеры. Триггер 1, 2, 3. Выходной сигнал S1, входной сигнал P1, P2. Мы сначала выдаем выходной сигнал. Вот этот триггер давайте напишем строчку триггер 1. Он выдает значение состояние состояние нашего триггера в переменную S1. Соответственно S2, S3 состояние триггера 2, 3. Следующая строчка начальное значение. Надо запустить наш первый триггер. мы считаем выходной здесь сосчитали S1, S2, S3 и они пришли сюда. Вот сюда. Если они все нули, здесь у нас будет 0. И мы смотрим. Если P 0 равен нулю, вот это уже было у нас. Вот это будет у нас элемент OR. Если здесь будет 0, здесь должна быть 1. Давайте посмотрим. Если P0 равен нулю, тогда P0 меняет свое значение на 1. Иначе если здесь 1, оно меняет значение на 0. 0. Это вот у нас нота. Таким образом все вместе это вот этот вот блок. Давайте мы пронумеруем. Значит первый блок у нас читает состояние триггер, второй блок вот он второй блок. Он формирует начальное значение, начальный пуск. Дальше поехали. Дальше поехали наши таймеры. Первый, второй, третий. У которых входные сигналы S3, S1, S2. Вот они. S3, S1, S2. Если S1 равен единице, приходит сюда единичка, таймер запускается. Start таймер 1, ну уставка 10 означает 1 секунду. То есть это десятка 10 умножить на 0 1 в данном данной программе моделирования. Иначе если приходит 0, то мы сбрасываем таймер в 0. Итак все три таймера S3, S1, S2. Давайте вот это таймеры. Это будет блок какой? Третий. Это вот второй блок, это третий блок. Следующий. Просто читает значение таймеров. Состояние T2, T1, T2, T3. Отлично. Этот блок давайте мы его назовем четвертый. вот вот он четвертый блок у нас. Здесь у нас входной сигнал не прописан. Давайте мы пропишем P0. Вот этот вот P0 пришел сюда. P0 P1 OR равен P1. Мы написали И в P0 равен единичке или T1 равен единичке тогда P1 равен 1. Иначе P1 равен 0. Значит вот это у нас блок номер 4. 4. Отлично. Поехали дальше. Это уже пуск наших триггеров. Вот этот вот сигнал P1 T2 T3 приходит на входы входа сет этих триггеров. Давайте мы обзовем это блок номер 5. Это значит 5 5 5. Скоро все будет изрисовано. И это входа ресет S2 S3 S4 это блок 6. 6. 6. Если на S2 единичка давайте читать IF S2 равен 1 тогда SET триггер 1 состояние 0. А здесь если на SET IF P1 равен 1 устанавливаем триггер состояние 1. Это у нас 6. И последнее просто управление лампами. То есть вот S1 управляет ламп 0. S2 управляет лампой 1. S3 управляет лампой 2. IF S1 равен 1. Then включить лампу в состоянии 1. Иначе выключить лампу в состоянии 0. И так далее. S1 мы всю программу на языке FBD переписали на структурный текст. Паскали подобный текст. И далее просто посмотрим работу этой программы в программе моделирования. Вот наша программа моделирования. Вот наш текст. Описание переменных S1 S2 S3 T1 T2 T3 P0 P1 Типа целое начало. Читаем состояние триггеров. Здесь у нас стартовый блок. Здесь мы запускаем таймеры. единичка старт таймер. Иначе сбрасываем. Здесь мы читаем выходные сигналы таймеров аналогично как читали выходные сигналы триггеров. Это тоже пусковой блок. Это у нас блок SET триггеров. SET триггер 1 стояние 1. Это входа ресет наших триггеров. Это управление лампами. И давайте нажмем моделирование. Вот переключаются лампочки. Давайте еще раз красный желтый зеленый красный желтый зеленый вот наша программа на языке структурного текста которую мы как получили давайте перейдем обратно и на этом закончим. Вот мы переписали программу с языка function block diagram на язык структурного текста скале подобной и посмотрели в программе моделирования что программа действительно работает все переключает на этом наша лекция окончена лекция м на лекция